Я Саша Егорова Я Арина Жукова Скорее к нам! Телезнайки в эфире А дальше что? А дальше смотрите в нашей программе Мы ныряли на дно моря Не совсем мы И нашли там Сейчас расскажем что Мяу, мяу Осторожно кошки Можно гладить и рисовать Привет, привет Пойдем играть в театр тени Пойдем Телезнайки научились играть на клавишной скрепке Мы узнали, как старая картонная коробка Стала музейным экспонатом Сегодня мы вам расскажем Об одном из символов Петербурга Это мосты? Нет Львы? Уже ближе О них сочиняли стихи Марина Цветаева, Анна Ахматова, Борис Захадель Я тебе даже прочитаю Слушай Живут на земле существа неземной красоты Я думаю ты догадалась, что это Коты Точно Котов у нас много И в Петербурге к ним относятся с уважением Петербург такой кошачий город Коты обитатели петербургских дворов, колодцев Наверное это больше подходит под символ города То есть кот, который гуляет сам по себе Путешествует с чердака в подвал Проходит по подворотням Можно котов считать музами? Безусловно Потому что они приносят столько радости Столько эмоций И это самые лучшие зрители Самые первые видят то, что мы делаем И самые искренние Коты учат правильно к жизни относиться Правильно расслабляться, правильно напрягаться Не напрягаться У меня кот Муза Да, у меня есть муза Точнее Меуза Как вы относитесь к тому, что вас постоянно рисуют? Он его грызет Коты любят все красивое И их тянет к искусству Поэтому с давних времен они живут в Эрмитаже И в Эрмитаже даже появились знаки Осторожно кошки Почему коты вдохновляют художников? Вы знаете, кот это такое удивительное творение божественное То есть это и скульптура одновременно Но сядет котик, да, это скульптура А если он идет То у него движется его вот эти замечательные шерсти Она разноцветная Это живопись такая То есть это синтез искусств Кот Как не сядет, как не ляжет В любом положении это очень гармонично, красиво Мы старались не зря Все знаки отправятся на выставку И оно так и называется Знаковое место Можете показать, как поет ваш кот? Кот так говорит Надеюсь, всем понятно, что с котами нужно разговаривать с уважением. Как ты думаешь, мы бы понравились котам? Думаю, да. Обо всех видах котов узнали Карина Евдокимова и Даша Кукушкина. Ты знаешь, из чего делают скульптуры? Их высекают из мрамора, лепят из глины, а еще их делают из бумаги. Это, наверное, детские скульптуры. Нет, вполне взрослые. Из них даже сделали выставку в Русском музее. Из чего сделана эта скульптура? Эта скульптура сделана из газеты, из самого, можно сказать, бросового материала. Художница как бы придумала этот материал, когда увидела его в луже. Ей было жалко, что вот так бумага осталась непрочитанная и ее никак не использовали. Скульптура из бумаги неповторима в прямом смысле. Например, эта работа называется «Двои». Автора попросили сделать ее большую копию, но это оказалось невозможным. А как коробка оказалась в музее? Эта коробка проделала длинный путь. Ее автор произведения не делает, а вот находит их в жизни. Однажды, увидев эту коробку, он понял, что это образ, эта коробка много претерпела. Смотри, отрывные календари. А вот этот календарь старше, чем я. Да, ты тогда еще не родилась. Здесь все из бумаги. Но вот этот туалетный рулон сделан из автомобильных покрышек. Папье, Маше. Интересно, здесь есть мамье, Маше. Из какой бумаги сделаны скульптуры? Скульптура делается совершенно из разной бумаги. Рельефы сквозные, они сделаны просто из туалетной бумаги. Художнику важно было сделать бумажную массу. Он покупает бумагу, варит ее, подкрашивает и получает такое тесто бумажное. Может использовать лист ватмана, а может быть просто упаковочный материал, картон, крафт. Конечно, они недолговечны. Это очень интересно, потому что каждый художник, который делает такое произведение, он об этом помнит. Но тут важен даже не этот аспект, а поэзия, которую создает художник. Хочу такое платье. Надо будет поискать дома подходящую бумагу. Любовались бумажными скульптурами Элина Данилова и Агнея Петрова. А знаете, для чего мы разминаем руки? Чтобы стать артистами. И не просто артистами, а в театре теней. Когда появился первый театр теней? Первый театр теней появился в Китае во втором веке до нашей эры. То есть очень-очень-очень давно. Расскажу вам легенду. Жил-был император, который был влюблен в одну девушку. Эта девушка умерла. Император очень сильно загрустил. Мудрец, астролог ему решил помочь. Он вырезал силуэт девушки из картона. Отсвечивал с помощью яркой свечки на стенку, чтобы появлялась тень. Какие бывают в театре теней? В театре теней бывают разные, но в основном можно их разделить на несколько типов. Это театр теней, который мы можем с вами сделать только с помощью рук. Китайский. Традиционный театр теней, когда фигурки сначала вырезаются из бумаги. И люди уже только управляют этими фигурками. Самих людей, их рук не видно. И третий театр теней. Это где человек не только руками показывает тени, но всем своим телом. Театр теней был популярен в Европе в 17-18 веках. И в то время даже издавались специальные журналы с картинками, которые можно было сложить из собственных рук. И люди могли играть в театр теней прямо у себя дома. Здесь где у нас вот чуть-чуть-чуть. Разверни вот так вот. Вот совсем-совсем чуть-чуть. Ну что, получается? Если вы хотите показать даже театр теней у себя дома, сделать это очень легко. Все, что нам нужно, это яркий источник света. То есть это может быть и лампа, это может быть и свечка, это может быть и костер. Это ваше воображение, конечно, прежде всего. И ваши руки, которые будут все это показывать. И экраны. Если вы хотите сделать объект больше, вам достаточно вашу фигуру или вашу руку приблизить к источнику света. Но при этом изображение будет становиться более размытым. Если мы дальше делаем от источника света нашу руку, то рука получается четче, но меньше. В театре теней каждый может стать королем. В представлении участвовали Мария Киселева и Анна Мастинин. Решив заняться музыкой, многие выбирают рояль, гитару, скрипку. Но некоторым хочется чего-то необычного и нового. А как известно, новое – это хорошо забытое старое. Старинные инструменты сейчас популярны как никогда. Расскажите об инструменте, который вы держите в руках. В руках я держу шведскую скрипку, клавишную скрипку. Называется она нюкель-харпа. Это хроматический инструмент. У него есть три октавы. Есть резонансные струны, которые вот здесь колочками настраиваются. Есть четыре игровые струны. История говорит о том, что на острове Готланд в 15 веке или даже раньше были найдены изображения этого инструмента, а именно ангелов, играющих на таких клавишных скрипках. С 15 века этот инструмент стал эволюционировать и дошел до такой формы. И она сейчас очень имеет большую популярность в Швеции, в Норвегии, и в других странах тоже. В Италии, Германии встречаются. Этот инструмент современный, а по-настоящему старинные клавишные скрипки можно найти в музеях Финляндии и Швеции. И у нас в Санкт-Петербурге, в Шереметьевском дворце. Мы интересуемся традицией, интересуемся шведскими мелодиями, интересуемся шведскими танцами, норвежскими танцами. Для того, чтобы понять эту музыку, она достаточно сложная, нужно уметь танцевать. Теперь мы берем смычок. Смычок держится вот так. По легенде, раньше на этом инструменте играл сам Бодиной. Учились играть на клавишной скрипке Стелла Самсонян и Снежана Ульянова. Человеку всегда было интересно, как жили его предки. Поэтому мы копаем, копаем, а все, что находим, помещаем в музей. А куда девать то, что мы находим на дне морском? Музей подводной археологии. Но в Санкт-Петербурге его нет. Пока. Скоро он появится в Лахте, на берегу Финского залива. Здесь находится камзол с затонувшего корабля. Архангел Рафаил, который затонул в 1724 году. Этот камзол чудно сохранился. Почему? Потому что он находился между бочками с дегтями, которые раздавило. И этот камзол и штаны отправятся в Эрмитаж на реставрацию. А потом станут экспонатами в будущем музее подводной археологии. Это борт корабля, поднятый тоже со дна моря. Два корабля затонуло. Лондон и Портсмут. И поэтому подводная банка Отмель, которая возле Кронштадта, она называется Лондонская банка. Лондон еще не нашли, а Портсмут, борт корабля перед вами. А этот корабль погиб в бою? Нет, он погиб просто из-за того, что попал на Мель. У корабля Портсмут удивительная история. Закладывали его в Амстердаме, доделывали в Лондоне, а чертежи корректировал лично сам Петр Первый. Потом он воевал, затонул возле острова Котлин, а теперь его детали находятся здесь. И скоро займут достойное место в музее. В Финском заливе, в Балтийском море, Петровского времени кораблей достаточно много. То, что подводные археологи видят на дне, но уже забранное у моря, вы увидите здесь. Сколько же там на дне осталось ненайденного? С первыми экспонатами музея подводной археологии познакомились Никита Чередников и Снежана Ульянова. Пока, 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 пока. Не уходите, давайте посмотрим титры.